Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы поговорить о случае, который произошел во время Вьетнамской войны. Как и во всех войнах, фиксировались случаи перехода на сторону врага. Было ли это по своей воле или под убеждением? Ярким примером служит вооруженное формирование Руа, в который набирались русские добровольцы или же советские военнопленные, воевавшие на стороне Германии во время Второй мировой войны. Вьетнам не стал исключением. Более того, существовал так называемый Белый Вьетконг. Были даже легенды, что на их стороне были русские коммунисты и французы-колонисты. Многие американские бойцы, попавшие к ним в плен, начинали работать на них. Таким был Роберт Рассел Гарвард. Он был рядовым морской пехоты США. Он был назначен водителем автомобиля и, когда поехал за офицером, заблудился в джунглях и попал в засаду Гуком. На следующий день командир Гарварда был уведомлен об ее отсутствии и были отданы должные приказы по его поиску. Чуть позже военные обнаружили документ под названием «Призыв товарища солдата с именем Гарварда на нем» на воротах недалеко от Донанга. Документ рекомендовал американским войскам прекратить боевые действия во Вьетнаме и вернуться домой. Подпись Гарварда вполне могла быть сделана резиновой печатью и использование английского языка предполагает, что она не была написана носителем английского языка. Спустя некоторое время был найден второй вариант документа, но он оказался на бумаге лучшего качества и подпись была под другим углом. Исходя из этого, статус Гарварда был изменен с пропавшего без вести на предположительно захваченного. Однажды группа разведки США вступила в бой с противником, где на стороне Вьетконга был замечен кавказец, раненый во время перестрелки и кричавшим своим товарищам о помощи на английском языке. Там же был замечен белый человек 20-летнего возраста, высокого роста, с каштановыми волосами и круглыми глазами, а также, немаловажно, разговарившего на очень четком английском языке. Та группа разведки отступала из-за количественного преимущества противника. Они видели лица преследовавших. Вернувшись на базу, они изучали фотографии пропавших товарищей. Они определили того бойца, являющегося непосредственно героем нашей истории. В общей сложности Бобби провел в заключении 14 лет и вернулся домой только в 1979 году, после 4 лет окончания войны. Он был осужден Министерством обороны США за сотрудничество с врагом. В связи с этим он был лишен всех заслуг и пенсии ветерана боевых действий, хотя до тюремного заключения дело не дошло. Сам Роберт отрицал многие осуждения, предписанные ему судом. Эта история не осталась незамеченной публикой. Было снято несколько фильмов, а также написанные книги, где ветераны и военнопленные этой войны доказывали невидность Гарварда. Дорогие зрители, хочу вас поблагодарить за прослушивание данной истории и попросить вас оставить комментарий по поводу нового формата видео. Я буду читать ваши комментарии и стараться улучшить свой контент. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и увидимся в следующих видео. Удачи!